Всем привет и добро пожаловать на мой канал Future Ladies. За новостями из мира будущего сюда подписывайтесь на меня. Нобелевская премия – это самая престижная международная премия, которая вручается ежегодно 10 декабря за научные открытия, невероятные революционные исследования, а также огромный вклад в развитие культуры и общества. Сегодня 11 декабря. К сожалению, наш рейс задержали, и мы не успели на официальное вручение. Но я в Стокгольме, и у меня за спиной музей Нобеля. Пойдемте скорее смотреть. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года за достижение во благо человечества. Основателем премии является изобретатель, химик и крупный предприниматель Альфред Нобель. Но при жизни его знали прежде всего как создателя динамита, и неудачный эксперимент с которым унес жизнь его младшего брата Людвига. В то время местная пресса перепутала старшего и младшего братьев, и первые страницы газет пестрили нелестными заголовками о кончине торговца смертью. Это очень огорчило Нобеля, поскольку при жизни он был отчаянным пацифистом, ему не хотелось, чтобы его имя ассоциировалось со смертоносным изобретением. У него не было жены и детей, и он решил 94% своих накоплений вложить в развитие и улучшение мира. Он учредил премию, в которой награждаются лучшие изобретения в области медицины, физики, химии, литературы и миротворчества. Злые языки говорят, что Нобель не включил математику в премию из-за того, что в то время за его любимой женщиной ухаживал какой-то математик. И, кстати, не стоит думать, что премия по экономике тоже является Нобелевской. Ее учредил в 1969 году Банк Швеции в честь памяти Альфреда Нобеля. Согласно завещанию Нобеля, доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. За это отвечает Нобелевский фонд, который, кстати, освобожден от уплаты налогов. Управление фондом ведется таким образом, чтобы премию можно было вручать бесконечно. Сумма премии составляет около 1 миллиона евро, плюс медаль из 18-каратного золота, которая изготавливается вручную на монетных дворах Швеции. А как же стать лауреатом? Знаете ли вы, что ежегодно кандидатами в лауреаты становятся около 300 человек? Предложить номинантов могут члены правительств, члены международных судов, ректоры университетов, авторитетные профессора, а также предыдущие Нобелевские лауреаты. Интересно, что сами лауреаты о присуждении им премии узнают в последний момент, всего за несколько минут до начала официальных пресс-конференций. А имена тех, кто их номинировал, держатся в секрете следующие 50 лет. Интересно, что имя кандидата может выдвигаться несколько десятков раз, при этом так и не получить премию. Например, премию не получили Лев Толстой, Исаак Ньютон, Никола Тесла. Айнштейна номинировали 60 раз за теорию относительности, а в итоге он получил премию за объяснение фотоэлектрического эффекта. Отдельным пунктом в завещании Нобелевский лауреатом просил вручать премию вне зависимости от национальности кандидатов. Но любопытно, что около 43% лауреатов являются гражданами Соединенных Штатов Америки. А еще Нобелевский комитет часто обвиняют в политизации. Так, например, среди кандидатов по литературе больше всего жители скандинавских стран и практически полное игнорирование азиатских и африканских авторов. Вручение премии происходит 10 декабря, в день смерти Нобеля. Премию мира вручают в Осло в присутствии короля Норвегии. Так, в этом году ее получил премьер-министр Эфиопии Абби Ахмед Али. Остальные премии вручает король Швеции в концертном зале Стокгольма. Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в этом году стали британец сэр Питер Редклифф, американцы Уильям Келлен и Грег Семенца. Премию присудили за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали канадец Джеймс Пиблс и представители Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело. Они удостойны награды за исследования в области астрономии. Нобелевская премия по химии присуждена американскому физику Джону Гаденафу, британскому химику Стэнли Уитингему и японскому химику Акиры Яшина за развитие литий-ионных батарей. А вот награды в области литературы удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни. Также премию получил австрийский писатель и драматург Петер Хантке за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok